Всем доброе утро. Время 4 утра. Я нахожусь в аэропорту Стамбула. Налепила себе тут патчи. На самом деле здесь все очень достаточно дружелюбно и у меня на эту поездку большие планы, так что пожелайте мне удачи. Свой номер гейта я не знаю, он появится чуть-чуть попозже. Так что пока что я тусуюсь в аэропорту и пытаюсь не умереть от сухости моей кожи и в принципе всего тела. Сужу на полу, потому что мест нет. Ну ладно, что поделать. История продолжается. Мне очень нравится район в Сербии, в котором я живу. Он такой весь зеленый. И вот такие вот большие дома окруженные такими вот полянами зелени, очень красивыми, разными цветами. То есть они тут вообще самые возможные просто. Это очень здорово, красиво и свежо. Самое главное, что здесь очень свежо. Я в общем поспала 4 часа. Чувствую себя не очень, потому что целую ночь без сна, это нормально. Сейчас я пришла в один магазин и купила себе, что заговаривать, купила себе булочки типа хлеба просто на покушать. Сейчас пойду в другой, более мелкий магазин. Я поняла, что мне там комфортно, потому что там выбор есть на одного человека, а не на целую семью. Когда у тебя очень много людей, ты покупаешь сразу большими пачками. Слушайте, ну это очень похоже на обычный рынок такой. То есть здесь куча магазинчиков. А вот там вот, вот там прям настоящий рынок. То есть там можно купить клубнику, разные овощи. Ну такой типичный набор. Типичный там московского типа леонозовского рынка. Вот. Так что я на пути в магазин по типу пятерочка здесь. До этого я была в магазине Lidl. Это можно, ну, с перекрестком, наверное, сравнить. Что я заметила в сербских магазинах, так это то, что здесь очень много шоколадного. Вот, например, шоколадные пасты. Здесь они очень популярны. Я таких даже не видела никогда. Ну, это понятно. А вот это тоже, конечно, интересно. То есть это свой бренд тоже получается. И если пройти к полкам с шоколадом, то и с печеньем, то там тоже дофига просто всего именно шоколадного. Это очень прикольно. Я как шоколада это очень сильно оцениваю. Каштыри растворимые кашки и какую-то лапшу со вкусом лука. Я не знаю, что-то такое, но будем смотреть. Показываю, какой здесь лифт. Вот такая дверь. Ты ее открываешь, заходишь, нажимаешь, закрываешься и нажимаешь на нужный этаж. Прикольно. Ну что, ребята, в такой вот домашней обстановочке я пришла к вам с новостью. Сегодня у меня было собеседование в 8.45 в американском постольстве в Сербии. Ну что, мне одобрили визу. Я тут поверить не могу совершенно, потому что сделал консул. Это очень неуверенно. У меня хороший кейс, в принципе. И жалко, что все бумажки, которые подтверждают эту уверенность, никто мне не спросил. И как бы меня, ну, меня одобряли все так, на словах. Я видела неуверенность в лице консула, когда он подписывал мне мои ДС-19. Ставил подпись, печать. И мне как-то стало в тот момент неловко. Постолково даже он сказал, что ну, ваша виза одобрена, наслаждайтесь программой. Ну, ладно. Всем рассказываю, говорят. Мне это не не заборачивайся насчет реакции. Главное, что одобрили. Но я все равно пока, пока я не получу визу, я не поверю в том, что она у меня есть. Или, наверное, я не поверю, но зато момент, как не полечу вообще в США и не перелечу в океан. Короче, я отдыхаю. Остаюсь, наверное, в Сербии еще неделю, потому что у меня неудобно очень выпало собеседование на четверг. Вот. А его делают, визу делают, паспорт возвращают в течение двух рабочих дней. Соответственно, скорее всего, у меня это будет понедельник. Так что я планирую уехать в вторник, в среду. Где-то так. Следим за историей дальше. Отмечу галочкой еще один пунктик у себя в ежедневнике. Ну и пока, ребята, я только что забрала визу, чтобы никто выпить, и у вас не поймут. Причем они сначала мне отправили сообщение, что они отошлют и визу только в понедельник. Сейчас пятница. И сегодня они отправляют мне сообщение. Ваш заказ готов к выдаче. Вот она моя заветная. У меня здесь еще фотография вроде нормальная получилась. В общем, зачем-то я делала фотографию в копирке. Ходила за, блин, 500 рублей. Делала фотографию. Они в итоге взяли из ДСД. Даже у меня не попросили бумажную. Зачем делала? Непонятно. Не знала, что Лиза так быстро придет. Получается, ее сделали за один день. Хотя в посольстве у меня два человека сказали, что нет. Точно не завтра. Точно не завтра. Ничего не придет. Скорее всего, в понедельник. Но я спокойно и купила билеты обратно на среду. Ну ладно, билеты невозвратные. Будем считать, что это у меня отдых такой. Уже отдых в Сербии от учебы и работы. Так что отдыхаем. Боже, Сербия. Это лучшая страна для меня. Потому что здесь все шоколадное. Просто, просто шикарно вкусное. Шоколада здесь очень много. Где-то у нас мороженое чококрисп. Я просто наслаждаюсь жизнью. Парк называется Калемикдан. А здесь находится Белгородская крепость. А моя задача сейчас найти церковь Пресвятой Богородицы. Потому что на картинках она выглядит очень красиво. Такая вся в зелени. Мух. Вокруг. Сейчас попытаюсь найти. Параллельно пьем кофе из Старбакса. Потому что в Москве нет. Блин. Записывала я тут вам видео. Прерывали меня. На прекрасной ноте. Спросив, русская ли я. И начать делать мне комплименты. Короче, я возле этой церкви свадьба. И я туда вообще никак не могла попасть. Поэтому я ухожу. Там толпа народу. И не продвинуться совсем. Господи, я вернулась сейчас с прогулки. И поняла, что больше всего меня бесит в Сербии. Это то, что все курят. Неважно, где ты находишься. Они могут сидеть в кафе. И курить. На остановке. Курить. Причем это могут делать три человека одновременно. И стоять там. Или сидеть в кафе. Просто невозможно в такие моменты. Короче говоря, ребят, если любите курить, едьте в Сербию. Здесь у вас полная свобода. Тоже самое. Тоже самое. Ну, что я беру. Так же это надо сделать. С settlement, тем более лег'а, которые там и пишут. Т vais r womать. Тоже самое. Ч切ее… Б Stuffel. Погнали. Чтоб мы понимали, 28 градусов жары, даже в очках солнце светит в глаза и вообще нет смысла их носить. Так светло и так солнечно, что я, слава богу, взяла с собой платье в поездку, потому что если бы не платье, то, наверное, я бы тут померла во всем черном. Тут очень интересно на пешеходных переходах водители вообще не пропускают пешеходов, то есть если тебя пропустили, это вообще, это валей небеса, падай на колени перед водителем. Да, немножко неравноправные здесь отношения между водителями и пешеходами. Сейчас у меня по планам пойти в парк возле дома, посижу там, чуть-чуть попрохладнее, попью колу и подожду знакомую, которая тоже приезжает сюда, в Белгород, до той же цели, что и я. Мы встретимся в центре города и, наверное, пойдем куда-нибудь покушаем, а вечером у нас планы пойти в парк, подведать традиционные сербские напитки. А если бы у меня был папик, то я бы могла оказаться здесь. Это у нас гостиница Москва. Там еще все фотографируются почему-то. Но у меня нет ни папика, ни человека, который меня сфотографирует. Поэтому я ухожу. Ухожу красиво. Молодец. Жарище. Красота. Так, я сообщаю, что мы с Машей встретились, что все хорошо. It's my future vlog or something like this. Да, мы пьем кофеек и обсуждаем кого? Русских мигрантов. Ей недавно приснилось, что мы с тобой ждем в Сан-Франциско на пляже. Только там нет. Что ты говоришь? Ей приснилось, что мы в Сан-Франциско на пляже. Боже, как мило. Ну, мы сидим в Белграде. Да. Ну, ладно. Скоро, Маша, у тебя собеседование. Послезавтра. Послезавтра. Маша получит визу и поедет вместе со мной в Америку. Да, Маша? Мы обязательно исполним, да, этот сон. Мы кушаем просто. Ты на Вику можно бить? Да, я думаю, что да. Очень вкусно. Да, здесь очень вкусно. Немножко поговорили по-русски, по-английски. Как будто в Москве. Какой Белград, ребят. Мы находимся в каком-то баре. Но здесь очень красиво. Но здесь нет английского меню. Да, здесь нет английского меню. Мы еле-еле сейчас поняли. Название разных фруктов по-сербски никто не мог понять. Туня из айва. Да, по-сербски. А он еще объяснял, что это что-то среднее между яблоком и персиком. Почему? Мы решили купить бульсо. Батт и снофы. Да, да. Туня. Мы заказали тебе 4 шота раки с виноградом. И хватит нам не сегодня. Это мы не обработали? С медом, с чем-то еще и с чем-то еще. Мы не очень понялись, но в принципе. Что-то нам принесут. Что-то определенно принесут. Идем. Девятый искать. А это 80, да? Да, вот с этой стороны показывает, что будет. 75. Да, но тут, наверное, тоже четное или нечетное. Мы все-таки в России. На самом деле мы в Америке. Вот видите, как здесь дома такие частные стоят. Да, она врет на себя Суворово. Это под Евпаторией. Да. Здесь реально прикольно. Дома такие ровные. Да, здесь очень красиво. И очень красивые закаты здесь, когда тепло. Здесь очень красиво. Да, здесь очень красиво. Мы пришли. Мы нашли решение о проблеме. Так делают все, если что. Мы не вандалы. Нет, дождик делаю только я. Она делает дождик, да. Такая у нас обстановочка здесь. У меня уже тоже обмылось. В принципе, можно идти. Прости, это мой дождик. У тебя на телефоне сейчас мой дождик. Да, ничего страшного. Моему телефону тоже, тоже, ну, весело. Ну какой будешь? Давай, может, я поделим по поводу? Да, мы просто поделим, как пиццу, я думаю. А, может, можно? Приборы, да. Вон они. Ну что, последний день в Подграде пришел. Встречаем закат. И завтра в 6 утра в аэропорт в 9.20 у меня вылет. В 21.00 уже буду в Москве. ПОДГАТИСЕЙВАЕ Продолжение следует. ПОДГАТИСКО